Демонофобия Вышедшая в 2008 году трэш игра от неизвестного на тот момент разработчика, которая в свое время взрывала интернет. Пришел чел, выкинул архив с игрой, исчез в небытии, будто это в порядке вещей. Да, разработчик уже не неизвестный и работает над новой своей игрой Девтаназия, но речь идет сейчас с няней, хотя кто знает, может быть в будущем я попробую сделать про нее ролик. В любом случае, все мы знаем сюжет. В главной героине Сакури Куникаи ввиду определенных обстоятельств попадает дьявольская княжонка. Она пытается в своих целях провести ритуал и в итоге попадает в ад. Ад Место в демонофобии с хорошим томодо и интересными конкурсами, в котором мы проводим абсолютно все свое время и откуда пытаемся выбраться, решая загадки и побеждая боссов. Надежду на спасение нам дает единственное безвредное здесь существо по имени Релитс, которая нас направляет и дает, собственно, подсказки. Нужно лишь дойти до конца и не опустить руки. Я же говорю не опускайте руки, еж... Ближе к концу игры, после победы над очередным боссом, Сакури Изада попадает домой. Неожиданно. С души падает камень, потому что, ну как же, все усилия выбраться отсюда, оказывается, не были потрачены зря. Ведь этот ужас, вся эта боль теперь оставлена позади. Все теперь хорошо. Осталось только найти свою маму и сестру. Хотя искать не надо. Мама уже кричит и зовет Сакури на обед. И вот, изучив локацию, мы заходим в последнюю дверь и видим следующую картину. Да, Сакури, интересно у тебя семья и еда интересная. Очевидно, что все идет по пизде, и мы таким образом просто натыкаемся на нового босса. Обжорство. Когда мы спасаемся, Ритс объясняет, что это дом и наша родня, все это было ненастоящее и переживать не стоит. Ад просто воспользовался их образами и создал на их основе точную копию, чтобы поиздеваться над Сакури. Ну, пранк такой, короче, а так с ними, мол, все нормально. Но, Ритс пиздит, как и пиздел на протяжении всей игры. Зачем я вам это рассказываю? Потому что эта сцена одна из самых страшных в игре и раздавливает последние крохи надежды. При этом ни вы, ни Сакури сами этого еще не знают. Отсутствие понятия смерти. И, если быть точнее, то отсутствие смерти в принципе, о чем поведает нам Ритс в конце игры, и таким образом раскроет весь пережитый кошмар с еще более ужасной стороны. Оказывается-то ведь, каждый раз, когда вы погибали тем или иным образом, а потом непринужденно нажимали на клавишу R, чтобы возродиться, было реален. Все это происходило в действительности. Просто так уж получилось, что когда от Сакури, ну, допустим, оставалось одно кровавое место, пирицу сердце наше тело потом восстанавливало, а затем любезно стирал воспоминания. Воспоминания он стирал, чтобы Сакури не сошел с ума, ведь мало того, что процесс восстановления тела занимает несколько дней, так еще в течение всего этого Сакури находится более чем в сознании. Она все еще здесь и все прекрасно чувствует. Вот что значит в мире демонофобии, отсутствие понятия смерти и вот почему местный ад мне так сильно нравится. Это значит, что как бы тебя ни потрошили, ни кромсали, твое сознание сохраняется. В любом случае, даже когда все, чем ты являешься, разбросанные куски мяса или скелет, плавающий в разъедающей жидкости. И именно по этой причине в самом конце Сакури окончательно сходит с ума и впадает в отчаяние, потому что рильц исчез и все воспоминания об ее смертях к ней вернулись. Да, и я осознаю свое положение к тому же. Она в ловушке. Совершенно одна. Единственное дружелюбное существо ее обмануло. Надежды выбраться нет. Она не может жить. Не может умереть. И единственное, что ее ждет впереди, бесконечные страдания. В общем, перспективы такие себе. Возвращаемся к сцене с мамой и сестрой. Как мы уже поняли, они идут реально. Это не копия и не какое-то их подобие. Это они и есть. Да, вместе с находящимися там людьми, Сососао Ват, вместе с Сакури. Это подтверждает вот этот вот репорт о неком инциденте, в котором бесследно исчез дом Куникаев, оставив за собой лишь воронку. Куда он исчез, мы и так знаем, а зная это, в следующей событии разворачиваются сами собой. Мама и сестра из-за ритуала Сакури тоже попадают в ад. Мама сходит с ума от боли, возможно, после нападения какого-нибудь монстра, не знаю, и атакует дочь, съедая ее. Вот тебе и итог. Чуть позже в локации видим, что сестра более-менее как-то срослась между собой и теперь скитается в таком вот виде. Что мать с обезображенным лицом, хотя я так и не поняла, что с ним, что съеденная сестра теперь вынуждена бесконечно жить в мире боли, и им никто никогда не сможет помочь. Ведь смерти здесь попросту нет, и ты заперт тут навеки вечные. Вспоминается, кстати, похожий концепт в Корпс Паати, который тоже казался мне пугающим. Жертвы школы Тэнзин, когда умирали там, их душа оказывалась в ловушке, и они без конца чувствовали ту боль, что испытывали непосредственно перед смертью. То есть нельзя было позавидовать тому, кто, например, сгорел заживо. Жутко. И жаль, что эта тема дальше особо не развивалась, потому что сам факт того, что тебя не отпускает боль даже после смерти, даже после того, как тебя расфаршировало, очень пугающий. Помните крокозябру со снятой кожей на четвертом этапе? Вытаскиваем из нее кинжал, уходим и обнаруживаем, что она жива и теперь идет за нами. Очень забавный момент, кстати, без контекста. Но как вы думаете, Какова вероятность того, что это тоже человек, который попал в ад, и теперь мы наблюдаем за его потугами? Вы знаете ответ. Или палач, который с виду выглядит как человек, а на самом деле является паразитом, завладевший чужим телом. Телом человека, попавшего в ад. То есть очередной жертвы. Я считаю, что демонофобия – замечательный хоррор, который, несмотря на свое уродство во всех аспектах, все равно таит в себе что-то невероятно прекрасное, такое далекое, непостижимое, непонятное, извращенное, прекрасное, которое ты осознаешь только уже будучи в смирительной рубашке. Это большая тайна человечества, и само ее существование вызывает у человека вопросы. Какой-то ноунейм, предположительно кореец, придумал игру, в которой молодая девчуля после неудачного призыва дьявола попадает в ад, и там, в попытках выбраться, умирает самыми многочисленными способами, еще и прорисованными детальными. В фантазии человека можно, правда, позавидовать. Это буквально симулятор умертвения японской школьницы, в котором все, помимо интересных смертей, здесь просто для галочки. Демонофобия – отвратительное управление, из-за которого самоиграбельность этого творения держится лишь на добром слове, а график, словно является результатом сочетания жутко рвоты и поноса после поедания покрытой гнилью рыбы и запивания этого всего прокисшим молоком. Ну, некрасивая, короче. Звука здесь тоже нет, тут вообще нет никакого музыкального сопровождения или эффектов, полная тишина, потому что автор явно предпочел все свои силы направить на другую часть игры. И знаете что? Все, что я перечислила в своем сочетании, работает просто замечательно и усиливает все негативные ощущения. Игра умеет сделать некомфортной и отвратительной игроку, то есть все настолько плохо, что хорошо, ну, вы знаете, как это работает. Ощущение безнадежности, отчаяния, бессилия, ужаса – игра ими просто переполнена. Ведь Сакури была обречена с первой же секундой, как только вы запустили игру, и никакого хорошего или даже просто конца здесь нет. Есть один лишь мрак, тишина, уродство, отвращение, бесконечные страдания и боль, которые может прервать лишь конец света, и то не факт. Даже жить как-то не хочется. И Сакури, кстати, могут спасти. Просто те, кто могут это сделать, предпочитают лишь наблюдать вот так вот. Сакури. 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 Продолжение следует...